шалом друзья шалом вам из общины шавей цион возвращенные на сион хайфа израиль и здесь дают вопросы разные интересуются нашим мнением во первых хочу сказать это наверно старая еврейская поговорка и вы тоже правы и вы тоже правы так как понимаете текст потому что священное писание слишком слишком великая книга чтобы кто-то посмел сказать вот только как я понимаю но разные обстоятельства дают каждому из нас субъективные взгляды на те или иные места писаний на жизнь и что интересно часто эти вещи меняются в жизни достаточно только нескольким вещам не меняться наша вера в творца вера в его сына желание следовать за ними решение следовать за ними решение любить свой дом свою жену своих детей и обязаться поддерживать их быть верным и честным человеком все остальное это мнение которые меняются мы становимся взрослее какие-то вещи становимся понимать больше какие-то меньше и наше мнение может меняться но давайте посмотрим на вопросы которые задавали а как объяснить выход пророка самуила из преисподней когда его вызвал царь саул но это место очень такое бойкая на вопросы все понимают по разному мой хороший друг говорит это был замаскированный под самуила без возможно это было и так мое мнение немножко другое я думаю что это как раз то и был самуил которого когда колдунья пробудила каким-то колдовским экспериментом очень сильно сомневаюсь что в наши дни подобного уровня колдуны есть большинство из них сегодня наверное это обычные махеры а в те времена и даже рамбам пишет в своей книге что то колдовство которое было во времена фараона волхвов и прочее совершенно другое чем то что было сейчас а он писал средние века то есть сегодня часто это все обращено в обвертку но в те времена по всей видимости они сохранили от предков какие-то тайны которыми они владели чтобы иметь эту возможность общаться и черпать информацию от умерших людей или от звезд или еще от каких-то источников но на эту тему священное писание дают очень четкий коммент и господь бог четко и однозначно запрещает эти методы познавать будущее почему или она вам не нужно или обращайтесь к нему и если он не отвечает это будущее вам знавать знать не нужно или он ответит вам но к нечистым методом лучше не подходить потому что это раскрывает вас для проблем и многие говорят что смерть саула последующие это было наказание за обращение колдуньи но почему я думаю что это все-таки был небес а именно самуил вы знаете человек это нечто большее чем просто дух душа и тело и когда апостол павел просит благословение божие да будут благословены дух душа и тело наши до пришествия господа или к пришествию господа нашего и шуа миссии то он провозглашает благословение на эти три части от нас человека потому что эти три части чаще всего соприкасаются с миром который враждует с господом богом но есть внутри нас и другие сокровенные части и еврейская традиция их исследуют это и как перевести правильно дыхание нишима или или яхида есть такое место которое правильно перевести как что-то сокрытное отделенная или хая жизнь дающие по всей видимости те три принадлежности находятся в постоянной связи с господом богом поэтому они не нуждаются в дополнительной божественной защите или по крови они так на связи с ним а вот эти три дух душа и тело находятся в соприкосновении с миром и вот когда тело умирает то какие-то из наших частей возвращаются туда господу богу и покоятся в его руках в его хранилище каком-то утешаясь какую-то часть нашего тела дух или душа это можно эту тему говорить бесконечно потому что четких ответов у нас немного спят помните в пророках написано и пробудились рафаимы и цари ради твоего прихода там про если я не ошибаюсь про царя тирск тирского говорится и ты стал подобен нам и это место в пророках там она не говорит совершенно как часто истолковывает это о сатане конечно аллегорично можно и так истолковывать это же кто вам скажет нет но по всей видимости это место упокоения там где спят какие-то части внутреннего человека и вот эта колдунья просто пробудила и самуил вышел и говорит что ты тревожишь меня ты зря вообще обращаешься таким образом ко мне но скоро ты будешь со мною вот так я понимаю данный стих